В конце, в самом, примерно два вопроса, от конца, где вопросы. И там написано про сон Натальи и про Женю. Почитай, в третьем томе, перед вопросом, как заканчивается, первая часть, и увидишь там, 1200 с чем-то. Так, мама-то где? Маму-то позови, что она там застряла. Так, и там вопросы, это, сон пророческий Натальин был, как события развиваться будут. Это, приходит к сону Наташа? Да, они сны были, она видит крест. А крест, там, говорится, это несомненно от Бога. Сатана не может крест показать. Определить сон, что он от Бога, только один способ. Видел ли там крест или распятие. Разницы никакой нет. Так. Мы сейчас немножко тут поговорим. Я почему вас остановил. С ума. Так, подойди туда поближе. Ко мне, подойди, я плохо слышу, чтобы отвечать могло. Поближе сюда, подойди. Вот. Козырек убери, когда разговариваю, люблю, чтобы где налицо было. Сейчас выходил из храма. Я специально подошел. Вот сюда, шагни вперед. Вот сюда. Я подошел к тебе и сказал, сейчас никуда не уходите. Сейчас мы выйдем, маленькое объявление будет. Ты слышал это? Воротник отпусти. Это блатные так делают подбородок вот так. Воротник опусти. Смотри. Воротник, говорю, разогни вот так, отпусти. Смотри, какой дух противления. Я говорю, опусти его, разверни книзу. С каким скрипом все уже идет. То есть это уже бычинное в нем заложено. Скажи, почему ты ушел? Забыл. Да как забыть-то? До двери дошел, забыл. Там мама верит, что он шагнул три шага и забыл. Я в дверях остановил тебя, ты выскакиваешь. Во время, пока подходит ко кресту, ты в это время не двигаешься. Ты уже ко кресту еще не подходишь. Ты уже вперед занял позицию, наконец-то отколкнул. Первый идешь. Ты думаешь, что ничего не видишь, что ты делаешь. От чего началось? Началось с того, что два воскресенья назад было, Ося пошел. Я кричу, Ося, остановись. Развернулся, дернулся и пошел. Так, Ося, было? Да так. А этот пример, мне ничего и вам не было. В храм ходить больше не будете. Сидите с отцом вместе. Или вы будете покоряться. Зачем нам в храме бардак устраивать? Вы своего личного человека еще вот такой вот, так говорится, с соплей кобылей пришибить. Ни ума, ничего нету. А уже зверство такое у тебя дергаешься. Я напоминаю матери, дрова тут носили. Я решил сфотографировать. Что тут плохого-то? Ребятишки вышли. Я поставил так, гляжу, все не вмещаются. Я тогда на ту сторону, все. А этот попозже приходит. Он что-то домой пошел, потом прибежал. Я его ставлю сюда. Вот его поведение. Вот я разъездовских поставил. Все встали куда-то. Так, ты перестань сюда. Высокий рост там подальше, чтобы не загораживали. Все встали. Наконец до него я беру вот так вот. Вот так. Посадь нас сюда вот. Ты как повел себя? Ты вот так. Я остановился. Это что такое? Кто растет-то? Это звереныш какой-то. Он не смотрит, что старший кто-то. Уже вот. То есть у меня воля. Я говорю, ты что дергаешься-то? Опять вот так вот. Как вот воротник сейчас. Снимать свидетель будь. Это уже ваши плоды растут. И ничего другого нельзя было ждать. Это еще 4 года назад батюшка сказал, чтобы на обедах никогда они не были. Они безобразничают там. Но в храме этого не будет. Храм тебе не принадлежит. Все дети до одного, кроме вас. Все. Для вас надо особый устав писать. Вы все обе эти дела по-другому. Ты послушался, послал. Не будешь стоять. Зачем ты в храме нужен-то? Только в окно смотрел. Сейчас стоишь нормально. Все время выкручиваешься-то. Ну, сошлемся на болезни и прочее-то. Но бежать-то домой-то. У тебя ноги не болят. Рванулись с братцем. И как будто никогда в храме не были. Мы из храма выходить даже и другие. Мы хорошие слова говорили. Я похвалил вашу маму, что она вчера сделала такое мне замечание. Сегодня детей даже за это не берем. Теперь без ее благословения ни один ребенок не поедет. Я не упускаю ни одного слова. Я признал, что я не прав. А она права. Вы ничего этого уже не слышали. Слушаться больше или нет, приходя в храм? Ответь, да или нет? Да. Да. Свободен. Будешь слушаться или нет? Все с Богом. Я этого, ребята, вам говорил только сегодня, что какие вы податели. С вами надо только работать. Но ни одного нет такого, чтобы я попросил молиться. На поле езжу и не было. Но так было. Мы вместе молились всегда. Это целый день на душе легко. Думаешь, эх. Молиться бы только благодарить Бога. А-то тетя Надя, вот, твои упущения занималась с ними. Заниматься надо. Дальше будет еще труднее. И при том какая-то трудность, сказал что-то. Остановиться на две минуты. Да ничего нет. Да, батюшка-то был бы здесь, служба-то еще продолжалась. Еще целый час. Служба-то еще два часа нету, но она длиннее за счет проповеди. Я уж тут разлился сегодня. Охота была все это осветить. Потому что мы православные. Ося, все строится на послушании. Послушание небесная иерархия. И ангелы слушаются, и архангелы. Все так устроено. И так устроено и здесь. И плохого в этом ничего нет, что мы дружно живем, знаем. Ты завтра, может, первый будешь на благовестии. Мы же это не знаем где-то. Но это надо сегодня туда накапливать. Благодарю. Меня простите, если я вам досадил чем. Храни вас Господь. С Богом. Нас простите.